Доверие, надежда, красота, любовь. Эти слова не пустые для тех женщин, для кого жить полноценной жизнью, является первостепенным делом. Проект «Преображение» расскажет о проблеме рака груди и ее методе решения, а также покажет перевоплощение из повседневности, будь то в роковую женщину, роковую красотку, рокершу или голливудскую диву. И все это в нашей программе «Преображение». Я Сергей Пугачев, автор этой программы, художник-модельер и создаю образы женщинам уже более 25 лет. И знаю, что для женщины главное быть красивой. Добро пожаловать к нам за исполнение мечты. Наша героиня сегодня готова увидеть себя обновленной, интересной и нескучной. Готова быть смелой и перейти черту своей повседневности. Знакомьтесь, Марина Строева. И я надеюсь, что вы расскажете свою историю. Я слышала, что психологи говорят, что когда узнают диагноз, испытывают много разных этапов осознавания этого диагноза. У меня все было вперемешку, у меня эмоции накрывали, у меня накрывали слезы, и я впадал в какой-то ступор. Анализы, обследования, мне начали готовить к операции. И уже буквально почти 2-3 недели я уже лежала на операционном столе. Я тогда уже верила и надеялась, что все, я вылечусь, я выздоровлю, мне вырежут, и от меня этот рак уйдет и исчезнет навсегда. Но самое тяжелое было, когда уже после операции приходит осознание того, что с тобой произошло. И оставшись одна, один на один с болезнью, ты тогда начинаешь все это понимать и осознавать. Конечно, семья мне помогала, поддерживала, муж был рядом, но он себя вел так, как будто ничего не произошло, ничего не изменилось. И это, кстати, давало надежду о том, что ну все нормально, все будет, жизнь не поменялась, я такая же, я такая же счастливая, веселая, энергичная женщина. Но, к сожалению, были друзья и подруги, которые не так это восприняли, мой диагноз и потихоньку отдалились от меня. Это было очень обидно, очень тяжело осознавать и понимать, что я уже не вхожу в круг друзей, с которыми хочется весело и поболтать, и посмеяться. Потому что во мне видели какую-то угрозу того, что человек с такой болезнью, и, видимо, не хотели общаться и на эту тему никогда задумываться, просто при моем виде. Хотя я никогда не говорила и о том, не о своих болезнях. Я всегда боялась даже произнести о том, что я сегодня была на обследовании, что у меня какие-то там проблемы с какими-то результатами анализа, что мне нужно дополнительно еще какие-то врачи проходить какое-то лечение. Я никогда об этом не говорила, но все равно уже чувствовалось, что отношение немножко поменялось. И это было очень тяжело и понять это. Но, несмотря на это, я просто понимала, что значит, это люди, которые не хотят, чтобы со мной были рядом. Значит, так надо. Все равно самое главное поддерживает тебя, поддерживает семья. И любовь, которая рядом, она всегда дает силы, всегда дает уверенность и всегда дает надежду. И именно тогда я, наверное, поняла, что надо собраться и продолжать жить дальше. Потому что я хочу увидеть своих детей, взрослые. Хочу увидеть, как выходят замуж мои дочери, как рождаются внуки, воспитывать внуков. И я знаю, что так оно и будет. Марина, а теперь хочу познакомить вас с нашей творческой командой. Знакомьтесь, ваш стилист-парикмахер Лейла Свеженцева. Она знает о волосах, цвете и здоровье волос буквально все. Здравствуйте, Марина. Присаживайтесь. Будем сегодня творить. Лейла Свеженцева. Топ-стилист. Президент российской секции Ассоциации Высокой парикмахерской моды Франции. Арт-директор салона ЛС Студио Город Москва. Творческая креда. Стилист. Словно художник. Он не просто делает стрижки. Он создает целый образ. Мы с командой для Марины решили создать образ голливудской дивы, сошедшей в красной ковровой дорожке. Для этого я сделала обесцвечение в стиле балаяж, создала холодные линии в цвете и укладку в стиле голливудской волны. Я передаю нашу героиню в руки художнику по макияжу Ирине Абызовой. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Я очень рада познакомиться с Валиной. Я приглашаю вас к Виквизу. Спасибо. Ирина Абызова. Визажист. Мастер международного класса. Член Союза художников России. Владелец школы-студия макияжа Ирины Абызовой. Руководитель направления визажа в МБАЙ. Мэкинг Пьюти Академии. Творческая кредо. Макияж. Это искусство в руках художников. Здесь чувственность. Поэтому мы обратили внимание на губы в большей степени. Она должна быть прямо вот дивой. Здесь не нужно как раз насыщенные оттенки. Но только губы. Как раз выбран яркий красный цвет. Который говорит о ее чувственности. О ее, наверное, таком фантазиях. Где блеск. Сочность. И такой некий элемент эрусизма. Ну что же, Марина. Я смотрю, что наши стилисты очень постарались. Мне очень нравится твой волшебный макияж. Твоя элегантная укладка. Я для тебя подобрал финальную точку перед фотосессией. Это, конечно же, платье, в котором ты будешь. Мне бы очень хотелось, чтобы ты была сегодня голливудской звездой. Чтобы ты сияла. Дарила тепло, красоту нам и всем нашим зрителям. Поэтому вот в этом платье я сегодня тебя увидел. Невероятно красивое платье. Спасибо. Ну что, одеваемся и на съемочную площадку. С удовольствием. Сергей Пугачев. Художник-модельер. Автор и ведущий проекта. Владелец. Сергей Пугачев. Фэшнхаус. Обладатель награды за продвижение на международном уровне искусства российской моды. Творческая кредо. Для кого-то вы просто женщина, а для меня – целая вселенная. Я и вся наша команда увидели Марину в образе сошедшей с экрана голливудской звезды. Я предложил ей легкое, летящее, вечернее платье с шифона в греческом стиле, асимметричного кроя и с декором из лент, усыпанных стразами. Образ завершают босоножки телесного цвета и комплект сверкающей бижутерии. В этом образе уместно быть гостью на свадьбе или юбилее, а также королевой своего дня рождения, корпоративных вечеринок и светских раутов. Мода быстротечна, но есть вещи, которые будут актуальны в любое время. Данное платье, его силуэт, материал и декор всегда будут стильным дополнением вашего гардероба и долгое время не выйдет из моды. Андрей Литвинов. Фотограф. Более 20 лет в профессии. Творческая кредо. Каждое мгновение нашей жизни уникальное, но не каждое достойно стать фотографией. Марина Строева была в легком, нежном и в то же время классическом образе. Полупрозрачная ткань и фасон платья напоминают туники женщин античной Греции. Богиня Эллады. Такой я ее увидел. Покой. Теплота и гармония окутывали ее образ. Работая с Мариной, я старался подчеркнуть ее женственность и плавность линии романтичного платья. Ее внутренний свет прекрасно сочетался с тонким и изысканным образом, который создали для нее наши эксперты моды и красоты. Редактор субтитров А.Семкин С вами был Сергей Пугачев и вся наша большая дружная команда проекта «Преображение». Смотрите нас на портале Evo.ru. Будьте красивы, успешны и здоровы. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!